Я считаю, что всё. Ну да. Пришли, главное, у меня дыра на дыре. Вот она, валенка. Сапоги. А ты в ботинках. Ну. А вода-то вот течёт. Это Камагориха. Лагерный пруд. Почему она течёт? Ооо, я сейчас стал смотреть. Это наши гости так делают. Смотри. Вот наша доска. Выше её мы никогда не клали. Выше никак. И вдруг смотрю, ещё выше, сантиметров на тридцать. И всё, это какие-то палки. Тут... Замотано как. И... Прутья, сплошняком идут. Прутья, палки. А палки-то какие? Подгрызенные бобром. Это они тут устроили насыпь. Вот откуда они подняли её. Вот она заросла. А там они внизу и запечатать не смогли. Но, видимо, меньше. Оставили продых. Эх, у нас тут гости-то самостоятельности научились. Значит, разобрать это надо. Доску эту вытащить. Обязательно, потому что вода пойдёт через неё. Всё. А вот видишь, Таня уже начали её грызти. Значит, это мы сегодня уже никак не успеем. Вот здесь вот раскопать. Вот до этого места. И потом взять вот так вот, ниже уровня воды. Заранее приготовить глину, ведро. Глина вот здесь лежит. Привести сено, толкушку, начинать долбить. И мы её, воду вот эту остановим. Они не могли её остановить, потому что она идёт где-то под низом. Они думают, как это вверху идёт. А она идёт под низом. А теперь я её вижу. Вот смотри. У нас ни одного прутика не было. А когда могла Андатра сделать? Андатра не сделает этого. Как не сделать? Дырку-то она могла сделать. А, а дырку, да. Ну, видите как. Почему первый раз тут такая удачная ловля была? Рыба идёт туда, где утечка воды. Движение идёт. И она сюда вся и кинулась. Когда надо ловить, значит, садиться с удочкой здесь и ловить. Кому охота. О, гляди. Ну, сейчас смотри. Ой-ой-ой. Мы же никогда ни одной палки сюда не ложили. И палки-то все обгрызенные. А то не Андатра. Вот надо же, какой он трудяга. Видите? Палка. С двух концов обгрызенная. И тут залепил грязью. Это мы грязь вот сюда положим. Мы её обратно положим. Он свой почерк оставил. А? Свой почерк оставил. Оставил после себя. Почерк. Извини. О. Какие палки как. Мы никогда этого не делали. А то палки поперёк. Эти по вдоль. И все перегрызли с двух сторон. Ой-ой-ой. А я думаю, что ж там вода течёт-то. И дал, как он её отпирает. И тут раз, два, три, четыре. Вот они где. Зачем он отгрызал, непонятно. А лазить ему надо. Доску-то испортил. Это значит уже наша обработка. Отработка. Она потеряла силу. Тут надо её перемазать на несколько раз. Мы без него затрудим как надо. То есть всё, что свежее было, он погрыз. А остатки, которые засохли, он сюда использовал. Ну. Понятно, что мы должны вот это, что он сделал, полностью всё разблокировать. Потому что весной вода должна течь не через верх вот здесь, она по низу должна пройти. А потом задержать как повыше. Сегодня мы уже ничего не сможем сделать. Надо резиновые сапоги. Видишь, какая рязкость. Как заросло. Мы вокруг обделали. Ты там лопатой. Я здесь топором прошёл. И там он маленько камыш укоротить надо. Вот. Попросили показать, как у нас пруды осенью и какие будут весной. Вот. Приехали и думали быстро поправиться. Нет, брат мой? Работа здесь. Так вот эту часть можно лопатой уже сейчас убрать. Вот эту. Ну-ка попробуем. Там только палки надо будет убирать вручную. А что опасно? Палки только вручную убирать надо будет. Ну да. Мы когда тут трамбовали, надо было бы обратно позвать на помощь. Он помог бы нам. Я его языка не знаю. Позвать, конечно, можно было. Нам такие работники нужны. Вот смотри как. Палок сколько. Минимум как вот две доски надо убирать. Чтоб весной вода прошла. Иначе прорвёт в другом месте. Видал всё? Нашёл, где вода утекает. Видишь? Палочка на палочку. Грязью всё заделал. Заармировал. Ух ты. Строитель. Ты смотри вдоль. И все палочки подгрызены. Видишь? Вот. Молодец. И главное знает по какому размеру, куда что сунуть. У нас тут несколько этих хаток. Большие хатки. Метра на четыре. Вот здесь вот несколько. Бачка нашёл. Там тополя все погрызли. Берёзы всё погрызли. Они нам сильно мешают, когда плотину грызут. Ты смотри что. Это они ночами трудятся. Днём спит. Во вторую смену всё время. Эй, брат ты мой. Эту доску надо убирать сейчас вверху. Видал он когда сколько ему надо? Палочек сколько натаскал. Он же не по три таскает, а рядом. Ну так тут рядом. Ну да. Сухих то полно. Отгрызли. Ставим. Пойдя обидится, что разбомбили. Конечно. Смотри, что палочек. У нас ни одной не было. А тут сотни. И все одинаково подгрызли. Не ножовкой. Я туда скидаю. Давайте. Не было ни одного бобра. Ааа. Вот оно что. Тут дворка. Она закрылась. Они тут самостоятельные. Ой-ой-ой. Да как переплетён они между собой. Тут ломиком надо брать. И размонтировать. Ну давайте я подружусь. Давай-давай-давай. Видал что? Нам нужно дойти до низу. Когда доски уберём. И заделать дыру. Вон. Утка взлетела. Никогда не приходилось мне размонсировать бобрюную. Премудрость. Затянул. Какие пруть это большие. Или где? Ну надо же. Раз вода протекает. Это значит ниже уровня идёт. Вон. Где-то пробивается. Тут мы смело можем брать. Ага. Тут наша доска. И он. Выше её. На 20 сантиметров. А дальше-то он ещё не может сделать. Может быть он чувствует, что вода уходит. Ага. 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 Ну бабёр. Ух. Сколько. Почему же он не делал, когда здесь я не работал. Это надо полностью размонтировать и доску убрать. Ну давайте я возьмусь за это. Давай. Ниже этой доски не брать. Ага. Эта доска у нас по которой уровень летом. Почему так много? А потом, когда вода будет утихать, поднять можно на три доски. Но эта доска испорченная. Она дырявая. Что ж ты делаешь, а? Эх, трудяга ты. Когда не было здесь воды-то, ты мог весной-то и прудить-то. А их и не было никогда у нас. Ну да. Никогда не было. А впервые я за всю жизнь убедал их здесь. А сейчас наводнили буквально всё. Они были на южном пруду, вода там высохла, они ушли. А вот там интересно, будет или нет на Храмовом. Ну-ка давай. Они там же тоже были, наверное? Не знаю. Были там, конечно, очень большие нужны. Но сейчас, если нет, не знаю. Вон оно как, вода идёт. Нам нужно здесь тогда раскопать до уровня доски и запломбировать. Может быть, ему понравится это. А доску уберём? А доску уберём, ему уже нет, это не сделать. Зачем тут доски-то сейчас, непонятно. Значит, дальше мы едва ли успеем. Хотя можно забежать на Храмовый. Ага, повыше сюда кидай, повыше. Сюда? Да, вот сюда. Оно подсохнет. А он там-то заберёт её. Подальше кидай. Вот сюда, вот. Прямо. Во-во. Топорик он. Воду не надо, во. Всё. И доску надо убрать будет сейчас. Даже две доски убрать. И он делать это не будет больше. Без досок тут ему неудобно. Так, подальше кидай. Чтобы туда не попало назад. Во. О-о-о-о. Вот отсюда. Редко. Да никогда совсем не снимали. Вот. Там видно, где у нас идёт крещение. Кто будет смотреть, порадуется. Вот идёт крест. Сейчас я покажу, где крест. Грёстка. Вот крест. Вот он. Нащупал. Везде колючая проволока. Вон, видать её. Крест это свалило весной. Утащило водой. Два года под водой было и нашли. Нынче. А дальше там. Вот это, где крещение шло. А эти как. Я не знаю, как его размонтировать. А весной это выдерет. Лесенку утащит. Да найди ум. Ой-ой-ой. Туда, на ту сторону кидай. Вот это да. Это он приволок сюда заложил. Вот таких тружеников больше нет. А это тебе не андатра. Ну, роет нору там барсук. Там много ходов. Ну, так приносить. Зачем же он грыз, непонятно. Когда вода прорвала шлюз. И там сантиметров на 70 ниже. Столько нор бобринных обнаружилось. А нет, ещё наружу. Теперь они пошли в другом месте рыть. Скорее начали запружать. Ну, мы запрудили. Ну, вода уже не поднялась. Только весной. Это второй мостик. Шлюз соединяет с первым. Там, где мы неводом арабешили. Гальян мелкий. Карасик. Они все погибают за зиму. Люди-то не понимают. Ворчают. Браконьерство. Какое браконьерство? Мы сами это всё строили. Прокапывали. Завозили рыбу. Я вот посчитал. Получается, 1280 свай забили только на этих прудах. Каждая свая там до двух метров. Каждую надо было достать. Ошкурить. Осмолить. Забить. Кувалда 11,8 килограмма. Около 20 ударов минимум надо сделать. Ничего-ничего. Вот так. Туда кидать дальше. Сравнять с той доской, которая от воды. Там уже палочек не должно быть. Там наша работа. И сейчас надо... Ну, сравняешься и две доски освободить. А тут не доски, а что-то не поймёшь. Лаги какие-то. Пополам доска. Ого. Ну, трудяга. Туда кидай дальше. На ту сторону. Сколько их уже накидали. Сюда лучше. В одно место лучше. А то палки тянут. Потом не возьмёшь. Ходить невозможно будет. Это вот он всё. Лапами. Вот он бы не пакостил где. Кто-то бы только восхищался им. Но он о чём. Дыру прогрызёт. И там в дамбе идёт нора. Ну и повыше маленько сделает. А весной-то это повыше зальёт и прорывает. И вода уходит. Нам это дорогое. В 200 тысяч обходится. Мы в Охотсоюз обращали, чтобы охотников прислали. Как-то усмирили их. Дальше нету этих палок. Дальше уровня той доски, которая наружу. Ну пока не видно, да? Вон где. Ну около воды, которая доска. Ограничитель. Сейчас. Там тот ещё угол не освободил я. Ну там дойдёшь. Вот как мы сделали. Так она стоит. Дальше никак. Только по уровню доски копай. Вот они, вот они. Ну бери, бери, бери. Значит там промыло маленько. Если можно там на уровне, так и бери, остальное притоптать. Может даже промыло он сказал, ну чего же они не заделывают-то. Ну да. Решил сам взять вот это дело. А я думаю, кто же так сделал-то наклонно, высоко. Думаю, батюшка. А оказывается нет, он не виноват. Ну тут всё понятно. Да. Всё.